Теперь давайте рассмотрим некое твёрдое тело, связанное уже с помощью связи типа стержней или шарниров. Пускай у нас имеется система шарниров, прикреплённая к стене. Это задача из районной олимпиады этого года. Здесь расстояние 2а. Требуется найти скорость вот этой точки, если в данный момент времени скорость нижнего конца направлена под углом 45 градусов, например, к стержню. Пи на 4. Сочленения представляют собой шарниры. Длины стержней не меняются. Эту задачу можно решать двумя способами. Нам требуется найти скорость точки B. Можно выяснить, как направлена эта скорость. Поскольку у нас длина вот этого стержня не меняется, скорость V, которая у нас в этом месте, в нижней точке, можно разложить на две составляющие. В перпендикулярные и V продольные. Поскольку стержень жесткий, параллельная скорость точки B, V параллельная B, должна равняться просто V параллельному. Длина стержня не изменяется. Ну а перпендикулярная составляющая даст нам вращение этого стержня относительно этого шарнира. Шарнир допускает следующее движение. Скорость вот в этом месте только направлена вниз. Соответственно, нет поперечного движения, значит, относительно него можно считать, что у нас имеется поворот. И скорость VB, V перпендикулярная B, ну по правилу рычага может быть найдено V перпендикулярная B умножить на 2А. Делить на 2А будет равно V перпендикулярная B перпендикулярная делить на А. То есть фактически здесь отношение скорости к 2А или к А представляет собой угловую скорость вращения относительно вот этой точки. Ну и отсюда мы получаем, сокращая А, что V перпендикулярная B равно 2V перпендикулярная. Результат VB равно V параллельная плюс V перпендикулярная умножить на 2 в квадрате. Это по теореме Пифагора. Или же корень квадратный из V делить на V квадрат на 2 плюс 4V квадрат пополам. В здесь у нас 2 и 1 вторая, это 5 вторых. Корень квадратный из 5 вторых. Вот этот прием, который здесь сделан, то есть разложение скорости и вращения, не является единственным для поиска скорости VB. Можно ту же самую задачу представить в виде вращения, только вращения, но относительно некоторой новой точки. Давайте немножко теории. Немножко теории. Предположим, у нас есть какое-то тело, твердое тело, точки которого движутся, ну понятно, каким-то образом, произвольным образом. Здесь скорость какая-то V1, здесь скорость какая-то V2. Произвольное движение твердого тела. Можно, ну опять, мы имеем жесткую связь, давайте назовем это L, вектор. И можем ввести перенос. Значит, мы можем сказать, что скорость здесь V1, здесь скорость V2 относительно первой. Ну и можно было бы написать, что V2 равно V1 плюс V2. В то же самое время у нас наше тело совершает некое достаточно сложное движение, и можно показать, что это движение есть поступательное движение, то есть его можно представить в виде суммы, поступательного движения и поворота. Если имеется поворот, ну поворот будет совершаться с какой-то угловой скоростью омега, угловой скоростью омега, то V2.1 можно представить как вращение точки второй относительно первой. То есть поступательно двигается у нас первая точка, а вторая как бы поворачивается относительно первой. Напишем это, что V1 плюс омега векторно умножить на вектор L. Это выражение для скорости при вращении. Давайте посмотрим, что будет, если мы рассмотрим скорости V1 и V2 как скорости точек, которые вращаются обе относительно некоторого нового центра. Нарисуем здесь перпендикуляр к скорости первой и нарисуем перпендикуляр к скорости второй. Получаем новую точку, назовем ее O, зададим положение точек векторами R1 и R2. Ну и из вот этого треугольника мы имеем, что R2 равно R1 плюс L. R2 равно R1 плюс L. представим, поскольку у нас здесь перпендикуляр, мы задали длину, можем сказать, что у нас происходит вращение относительно вот этой точки. Давайте проверим, удастся ли нам представить движение каждой из этих скоростей в виде вращения относительно новой точки O. Вот это было вращение относительно точки V1 и еще поступательное движение относительно точки 1. То есть, поступательное движение плюс вращательное относительно точки 1. При вращении превращение V1 равно омега векторную умножить на R1. V2 равно омега векторную умножить на R2. но R2 из треугольника это R1 плюс L. R1 плюс L. Перемножаем по члену, используем дистрибутивность, получим омега вектор умножить на R1 плюс омега вектор умножить на R1 это выражение V1. То есть, получаем, что V2 равно V1 плюс омега вектор умножить на L. А омега вектор умножить на L это не что иное, как скорость второй точки относительно первой. V1 V2 A1. Таким образом, мы нашли точку O, относительно которой данное твердое тело только поворачивается. и если относительно первой точки тело движется поступательно со скоростью V1 первой точкой и тело и другие точки испытывают поворот дополнительный, то относительно этой точки мы имеем только поворот. и скорость V1 представляет собой только вращательную составляющую и скорость V2 представляет собой только вращательную составляющую. Значит, эта точка является центром вращения. Вообще говоря, со временем эта точка положения точки может меняться и поэтому говорить о центре вращения можно только в данный момент. То есть можно говорить о том, что это мгновенный центр вращения. Вот такая общая теория позволяет, используя мгновенный центр вращения, немножко проиллюстрировать ситуацию, например, с колесом. Если колесо катится без проскальзывания с постоянной скоростью v, то точка, которая касается поверхности в данный момент, является неподвижной. У нее скорость равна нулю. И относительно нее любая точка колеса может быть представлена как вращающаяся с угловой скоростью омега. Значит, для вот этой точки, эта точка является мгновенным центром вращения. И относительно нее все колесо как единое целое поворачивается. Ну а если посмотреть на скорость и привычную точку о штрих, которая является центром колеса, эта точка движется поступательно, как здесь вот это было скорость v1, и относительно нее происходит поворот. В ряде задач существенно удобнее рассматривать движение тела, твердого тела, относительно мгновенного центра вращения, то есть относительно точки о, а не относительно точки о штрих. Давайте это рассмотрим на примере того же самого колеса. То есть, предположим, нам нужно в случае колеса определить положение точек тела, точек этого колеса, каждый из которых движется с одной и той же скоростью v. То есть нам нужно найти положение точек тела, у которых скорость равна скорости v. Если бы мы стали решать эту задачу относительно точки о штрих, нам нужно было бы представлять скорость произвольной точки v, ну, v точки a, скажем, в виде суммы v плюс омега на r на расстоянии r маленькая. И более того, это была бы еще и векторная сумма. Омега вектор на r. Омега вектор на умножить на r направлено куда-то сюда. Это v вращательное. r сюда. Ну, а v направлено вот в эту сторону. Их сумма дает некоторый результирующий вектор. И он по модулю должен быть равен v. Видно, что такая задача достаточно сложна, достаточно громоздка. Но попробуем ее решить относительно мгновенного центра вращения. Для мгновенного центра вращения имеет место только поворот относительно точки u. Тогда скорость любой точки колеса v в точке a должна быть равна омега вектор на r. и модуль этой скорости v будет равен просто омега r. Но мы знаем, что омега омега это отношение скорости к радиусу относительно этой точки в этой точке центра колеса движется со скоростью v. подставляем ее сюда получим v делить на r умножить на r v сокращается и отсюда r маленькая равно r большому. То есть для колеса со скоростью v будут двигаться все точки все точки находящиеся на расстоянии радиуса r от точки касания. Как видите задача становится совершенно простой но в решении относительно мгновенного центра вращения u. мгновенный центр вращения можно использовать и для решения вот этой задачи которая была чуть-чуточку выше чуть-чуточку раньше. Для того, чтобы найти мгновенный центр вращения мы не будем раскладывать нашу скорость которая здесь была дана а найдем положение этой точки относительно которой происходит поворот. Я сотру старое решение оставлю только конечный ответ. но первое что заметим что поскольку у нас есть шарнир здесь угол 90 градусов то скорость вот этой точки назовем ее точка c направлена вот таким вот образом vc направлена вдоль нашего стержня соответственно мгновенный центр вращения должен лежать на перпендикуляре к этой скорости скорость v направлена под углом 45 градусов мгновенный центр вращения должен лежать на перпендикуляре и к этой скорости скорость направлена по касательной при движении по окружности а касательная перпендикулярная радиус это будет радиус 1 это будет радиус 2 здесь у нас расстояние а здесь 90 градусов здесь 90 градусов здесь 45 здесь тоже 45 и значит вот это расстояние равно а эта точка мгновенный центр вращения чтобы найти скорость точки b должны определить вот это расстояние здесь прямоугольный треугольник расстояние r есть корень квадратные из а квадрат плюс 2а квадрат 2а в квадрате или же а а корни из пяти расстояние rb расстояние р.а. будет равно а на корень из двух угловая скорость омега равно в делить на р.а. или же вы отделить на а корни из двух а в скорость точке b в б равно омега на rb и равно в делить на а корней из двух умножить на а корней из пяти а сокращаем получаем в корней из 5 что совпадает с нашим предыдущим ответом ну вот как видите в этом случае задача сводится даже к просто расчету геометрии решение геометрической задачи о прямоугольных треугольниках и нахождение их сторон возможно что аналогичные задачи будут решаться через мгновенный центр обращения более просто чем путем непосредственного переноса скоростей